Спасибо за приглашение. Уважаемые коллеги, напомню, хорошо известна вам формулировка, что такое метаболический синдром. Это комплекс метаболических, гормональных и клинических нарушений, в основе которых лежит инсулинорезистентность и компенсаторная гиперинсулиномия. Почему так много говорят о метаболическом синдроме? К сожалению, это связано с тем, что смертность больных с метаболическим синдромом от ишемической болезни сердца на 40%, артериальной гипертонии в 3 раза, сахарного диабета в 4 раза выше, чем в общей популяции. Сочетание основного критерия – это абдоминальное ожирение и двух дополнительных – повышение артериального давления, изменение углеводного и липидного обмена – говорит о наличии метаболического синдрома. Так как основной диагностический критерий – абдоминальное ожирение – несколько слов о распространенности. На четвертом месте в мире по ожирению стоит Россия. Каждый третий человек трудоспособного возраста имеет ожирение. Если говорить о причинах ожирения, то это, конечно, нужно сказать о генетических факторах, образ жизни, нерациональное питание, высокое употребление углеводов и легко усвояемых жиров и углеводов и недостаточное использование клетчатки. С помощью мер государственной политики, как было выпущено в постановлении, преждевременные случаи смерти от неинфекционных заболеваний можно существенно снизить, как по сокращению употреблению табака, вредного употребления алкоголя, недостаточной физической активности и нездорового питания. В связи с этим хочется привести слова Одессона, который писал, что «когда я вижу столы, покрытые столькими яствами, мне кажется, что за каждым из них прячется, как в засаде, подагра, водянка, лихорадка и множество других болезней». Какие же болезни прячутся за ожирением? То есть ожирение может быть фактором риска различных заболеваний. Это сердечно-сосудистые заболевания, желудочно-кишечного тракта и суставы. Посмотрим классификацию ожирения. В Российской Федерации принята классификация на основании индекса массы тела. А в 2014 году Американской Ассоциации эндокринологов предложена классификация, которая учитывает не только и не столько индекс массы тела, как сопутствующую патологию, коморбидную патологию. Для примера, индекс массы тела 25, 29,9 – нет сопутствующих заболеваний и ставится только избыточная масса тела. Проблемы пациента с метаболическим синдромом. То есть такие больные обращаются к врачам разных специальностей. Кардиолог, терапевт, эндокринолог и гастроэнтеролог. Проблемы у них разные, но вы видите, почти везде присутствует ожирение. Очень-очень упрощенная схема развития метаболического синдрома. Это избыточное употребление жиров и углеводов, ожирение, артериальная гипертония, нарушение углеводного, липидного обмена, неалкогольная жировая болезнь печени и повышается риск развития серьезных осложнений. Избыточная масса тела – ключевой компонент метаболического синдрома. Поэтому, если мы говорим о лечении метаболического синдрома, то, как вы здесь видите, оно направлено на все основные компоненты его. И на первом месте – это изменение образа жизни и лечение ожирений. Здесь я приведу цитату из распоряжения правительства Российской Федерации о том, что питание большинства взрослого населения не соответствует принципам здорового питания. Из-за употребления пищевых продуктов, которые содержат большое количество жира животного происхождения, недостатка в рационе овощей, фруктов, и это приводит к росту избыточной массы тела и ожирению, распространенность которых увеличилась за последние 8-9 лет и возросла с 19 до 23%, увеличивая риск развития серьезных заболеваний, диабета, патологии сердечно-сосудистой системы и других. И в заключении этого распоряжения указано, что необходимо усилить пропаганду здорового питания населения, в том числе с использованием средств массовой информации, снизить распространенность ожирения, гипертонической болезни и сахарного диабета. Соблюдение диеты на самом деле – это проблема. Проблема в основном из-за длительности. Это не кратковременная мера, а образ жизни. Поэтому низкая приверженность, постоянное чувство голода и риск поражения органов пищеварения. В последнее время появились работы о том, что идет смещение фокуса от роли соотношения нутриентов пищи в сторону целой диеты и пищевого поведения. Посмотрите, то есть должна быть обязательно низкая энергетическая емкость. Вот килокалорий – жир, говядина и овощи. Вы видите, что количество овощей заполняет желудок, тем самым усиливая насыщение. Для примера, одно исследование о том, как пациенты соблюдали диету с разнообразным содержанием жира, белков и углеводов. Но меньше на 750 килокалорий в день, длительность 2 года. И в результате оказалось, что состав диеты не влиял на степень снижения веса тела, только общая калорийность пищи. Другое исследование. Две группы женщин. Первая получала совет по ограничению употребления жирной пищи. Вторая одновременно с этим увеличить употребление пищи с высоким содержанием воды за счет использования овощей и фруктов. И вот во второй группе отмечено более выраженное достоверное снижение массы тела и менее выраженное чувство голода. Какие же пищевые модификаторы? Это овощи, фрукты, молочнокислые продукты. Здесь указан 1%, хотя я слышала, что эндокринологи говорят, что это не обязательно, что можно и более высокий процент. И как альтернатива это использование псиллиума, мукофалька. Почему? Потому что один пакетик способен связывать 150-200 мл воды. И что очень важно, низкая калорийность, близкая к нулю. Если посмотреть различные диеты, то их объединяет использование пищевых волокон. 20-30 грамм в сутки. Что указано и в рекомендациях Европейского общества кардиологов по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Не менее 30, хотя литературные данные и анкетирование пациентов в Институте гастроэнтерологии показало, что ежедневно используют 10-15 грамм пищевых волокон. Возникает вопрос, зачем нужны пищевые волокна? Первое, это при усвоении 30 грамм пищевых волокон расходуется столько же энергии, сколько при 20-минутной пробежке. Пищевые волокна уменьшают доступность пищевых веществ, жиров для действия пищевых ферментов. Связывают и выводят желчные кислоты, холестерин, соли тяжелых металлов. А также ускоряют продвижение химуса за счет механической стимуляции перистальтики. И, что важно, задерживая воду в желудке, вызывая его растяжение, способствуют подавлению чувств голода и усиливают иллюзию насыщения. Какие же недостатки при использовании отрубей? Предположим, это, во-первых, большое количество калорий, и, во-вторых, это неприятные ощущения, которые могут возникать за счет метеоризма и дискомфорта в животе. Плохо видно здесь, но я хочу сказать, что это очень хорошая табличка, которую желательно, чтобы имел врач любой специальности перед собой, подбирая пациента диету. Здесь указаны продукты, содержание пищевых волокон в 100 граммах, их калорийность и сколько нужно продуктов использовать, чтобы покрыть суточную потребность в пищевых волокнах. Ну вот хотя бы 10 грамм пищевых волокон, достаточно большое количество необходимо использовать хлеба, яблок, помидор. И 3 пакетика мукофалька. Мы уже говорили, за счет того, что происходит связывание воды, 150-200 мл, и покрывается 1 треть суточной потребности в пищевых волокон. Тем самым диета легче переносится. Исследование, которое проводили наши коллеги в Самаре, по влиянию препарата на снижение массы тела у пациентов с метаболическим синдромом. И вы видите, добавление препарата в этой группе привело к тому, что больше процентов пациентов со снижением индекса массы тела и больше процентов достиг хороших результатов. Хорошие результаты – это снижение индекса массы тела более чем на 10%. Наши результаты показали, что добавление препарата псиллиум достоверно снижает индекс массы тела к году использования. Это тоже довольно интересное исследование. Сотрудники кафедры Маева показали, что добавление мукофалька пациентам с неалкогольным стеатогепатитом, который соблюдает диету и физическую нагрузку, позволило повысить эффективность лечения в 2 раза по сравнению с той группой, которая получала лактолозу. Еще одно интересное исследование, которое показало гипогликемический эффект влияния псиллиума на постпрандиальный уровень глюкозы и инсулина при сахарном диабете у пациентов с эогликемией и преддиабетом. И метаанализ 35 исследований показал, что использование псиллиума у пациента с сахарным диабетом снижает уровень глюкозы натощак в среднем на 2 ммол на литр и уровень гликированного гемоглобина почти на 1%. Причем показано, что прием данного препарата уменьшает набор веса, увеличивая чувствительность к инсулину при сахарном диабете и ожирении. Если смотреть рекомендации общества кардиологов по снижению уровня холестерина, то вы видите на первом месте это также изменение образа жизни, снижение массы тела, диетические рекомендации по использованию пищевых волокон не менее 30 г в сутки. Это результаты нашего исследования, который мы проводили, давая препарат мукофальк больным и оценивали снижение. Через 3 месяца достоверно снизился уровень общего холестерина и холестерина липопротеидов низкой плотности. К сожалению, увеличения липопротеидов высокой плотности, снижения триглицеридов достоверно не было. Часть пациентов в данном исследовании была на комбинированной терапии, получали статины и мукофальк. Причем отмечено повышение уровня печеночных ферментов некритичное, которое не требует отменной препараты. Мы снизили в 2 раза дозу статинов, оставив мукофальк в прежней дозе, и уровень печеночных ферментов пришелся в норму. С 1998 года организация FDA и Американская кардиологическая ассоциация рекомендовала псиллиум в качестве компонента диетической терапии. В 2003 году Европейское медицинское агентство утвердило данные рекомендации. Здесь в руководстве по эндокринологии также отмечено, что псиллиум является частью диетических рекомендаций. В апреле этого года появились изменения в инструкции, и обновления включают то, что новое показание к применению – это гиперхолестеринемия. Как вспомогательное средство к диете – гиперхолестеринемия. Говоря о метаболическом синдроме и об ожирении, нельзя не сказать о запорах, потому что еще в одном из исследований показана связь запоров с ожирением уже в детском возрасте, отмечена в различных исследованиях. Результаты также других исследований доказывали связь хронических запоров с низким употреблением пищевых волокон. У больных с хроническим запором привычный дефицит пищевых волокон в рационе питания и может определять увеличение веса, возможно, за счет приоритетного употребления более калорийной пищи. Приведу результаты работы профессора Шемеровского из Санкт-Петербурга, который показал, что нерегулярный стул повышает риск ожирения почти в 3,5 раза. Если посмотреть лечение метаболического синдрома и лечение запоров, то здесь выделены изменения образа жизни и диетические рекомендации. За счет чего это происходит? Букофальк содержит несколько фракций. Нормализация моторики происходит как слабительное действие. За счет того, что связывают воду, выводят желчные кислоты, антигиперлепидемическое, слабительное и противовоспалительное действие. И может оказывать и пребиотическое действие. Как принимают препарат? От 1 до 3 пакетиков за 30 минут до еды. И хочу отметить, что обязательно была разница во времени от 30 минут до часа с использованием других лекарственных препаратов. Конечно, когда мы говорим, что достижение идеальной массы тела у пациентов с ожирением, это, как правило, нереальная задача. Но снижение на 10-15% от исходной массы тела уже дает выраженный терапевтический эффект. За счет чего? За счет снижения висцерального жира и регресса системной гиперинсулиномии. Показали наши коллеги. Снижение на 10 кг приводит к снижению артериального давления, гипергликемии, триглицеридов и даже снижению общей смертности и смертности от диабета. Нельзя забывать и о физической нагрузке, потому что регулярная физическая нагрузка, которую рекомендуют все специалисты – кардиологи, эндокринологи, гастроэнтерологи – также приводит к снижению уровня триглицеридов, артериального давления, уменьшению инсулинорезистентности. И, конечно, соблюдать эти правила по изменению образа жизни очень трудно. И если посмотреть комплексную терапию при метаболическом синдроме, вы видите различные компоненты, но на первом месте все-таки диета. И так как выполнять это трудно, то в заключении мне хотелось бы привести цитату о том, как писал испанский драматург, что величайшая из побед – есть победа над самим собой. Спасибо за внимание.